Здравствуйте! Продолжаем рассматривать программу данных с ISO 3.8. Ну и в стоящее время начинаем отрисовывать систему перекрытий. Так, у нас есть данные помещения перед отрисовкой, но я показал в предыдущих видео, как мы сюда занесли те данные, которые получили в программе по винтрофу ЗЦ 5.0. Либо можно сюда не вставлять, а в дальнейшем при отрисовке заполнять вручную. Так, ну и следующее у нас данные это рисунки. Так, с чего начинаем отрисовку вашей системы отопления? Начинаем мы с перекрытий и помещений. Заходим на закладку рисования перекрытий и помещений и выбираем эти перекрытия. Так, сколько перекрытий вам понадобится? Так, ну в данном случае у нас два этажа. То есть, соответственно, раз, два, три, три перекрытия вам понадобятся. То есть, где у нас располагается система отопления? То есть, у нас все полностью располагается на первом и на втором этаже. Если был взаимодействием подвал, тогда отрисовывать нам был подвал, если, например, тепловой пункт хранится в подвале. Ну, а в данном случае нам понадобится только два этажа. Поэтому здесь можно увеличивать, если у вас больше или уменьшать. Если у вас меньше, то нам понадобится два этажа. Следующее здесь длина перекрытия можно оставить 50, можно уменьшить. Давайте я уменьшу, поменьшу, думаю, это 40 на 10 метров. Так, высота этажей. То есть, от пола до пола. Ну, в данном случае три метра. Если у вас отличается, то есть поставьте все значение, которое у вас отличается там либо 3100, либо 3700 и так далее, 2,7 десятых. Так, межэтажное перекрытие 300 миллиметров. У вас есть, возможно, стандартное перекрытие первого и последнего этажа. Но можно здесь, вот, где можно поставить себе подлицей. Сейчас у меня тоже размеры разные, но мне не принципиально изменять эти значения. То есть, я не делаю, например, напольное отопление. Пока осуществляю проектирование стандартных двухтрубных систем с лучевой и пирометральной разводкой. Так, нажимаю ОК и в окне отрисовки нажимаю, у меня появляются эти вот перекрытия, в которых отображаются отметки 3,6 метров. То есть, высота 3 метра. Так, следующее действие. То есть, можем здесь выбрать сетку, можно выбрать, она как нравится. Следующее действие. Мы отрисовываем зону помещения. Так, вот я отрисовал здесь внимательно. То есть, мы нажимаем на линию пола второго этажа и ведем до конца, до пола первого этажа. То есть, если вы отпустите, у вас сразу же будет выключить. Если просто щелкнуть, у вас будет такое небольшое помещение. Так, отрисовали. Так, теперь я должен задаться символами, но ввиду того, что у меня уже есть помещение, я просто указываю номер. Так, да, и еще внимание. Если вы проектируете термитральные стены, здесь важно, с какого помещения начинать отрисовку. То есть, вам, вот первый этаж, отрисовывать нужно вот с этой вот машины. То есть, это у нас 101, 102, 103, 104. Ну, во втором здесь 1, здесь 2, здесь 3 и здесь 4. То есть, вот, первое полоноситель, то есть, отопительный прибор крайний. Видите, полоноситель? Течет в обратную сторону края гребенки. То есть, мы начинаем вот с этого помещения. Если у вас лучевые системы, здесь не столь важно для того, что прибор располагается в каждом и каждый подходит в ветки из двухтрубопроводов. То вот, в однотрубной, двухтрубной периметральной системе, здесь есть вектор ограничений. Поэтому, я отрисую заготовки для периметральной системы. Итак, вставляю символ колодин. У меня сразу же отображается все то, что у меня присутствует. И взято из программного метровку G1050. Ну, либо можно вручную все это поставить. Не отправляясь. Так, следующее здесь. Так, здесь есть возможность воспользоваться стандартными, но у меня тут ни один из стандартов не подходит. Из-за того, что у меня внутри в каждом помещении два прибора. Так, следующее здесь выбираем отопительный прибор. Ну, из предложенных вариантов. На моем канале здесь есть видео с различными отопительными приборами. Как они ставятся, можно посмотреть. Ну, я возьму вот данный нагревательный прибор. То есть, изначально в выпадающем меню здесь пустой нагревательный прибор. Нажимаю на эту командную строку. Добавить, удалить. Так, ну, и вот здесь появляется типа нагревательных приборов. Секционных. Так, ну, я выберу данного производителя. Ну, и алюминиевый не буду выбирать, потому что не рекомендую их, кстати, оставить в зависимые стены только двигательная система отопления со своим топлом. Ну, и 500 миллиметров, в принципе, расстояние. У меня хватит, чтобы его поместить посредством помещения фокуса оконной конструкции. Так, нажимаю ОК. Если я сейчас просто ставлю, он будет пустой. Либо у меня вот здесь придется ввинять. Либо при изначальном, то есть, всегда не забываем, снова нажать и... Потом вставить данный прибор, когда он отобразится именно тамарком. Так, удалил. Так, поставили нагревательный прибор. Следующее действие вам нужно подвести схему трубопроводу. Так, берем первый тип и отображаем. У нас будет боковое подключение. Трубопроводы будут спрятаны и замоноличены по конструкции стены и будет доставляться только арматура. Так, следующее действие тестового аппаратного магистра. Так, и внимательно следите, чтобы у вас потом и проделать ту самую операцию, то есть, соединение должно быть выделено в виде вот такого квадрата черного. Так, отобразили. Ну, и здесь давайте заберемся длиной, пока чисто условно. А так, по идее, размеры должны быть в соответствии с ционометрией и компоновочной. Ну, если ошибетесь, там в 10 сантиметров. В посте это не столь существенно. Так, здесь на всем. Ну, а здесь на 2. Так, лучше всего расстояние 500 км. Так, эти расстояния мы поставим позже, когда уже будем непосредственно соединять эти приборы. Так, еще что касаемо приборов. Здесь, если вы хотите, чтобы программа у вас почитала, либо вы ставите непосредственно количество сердца, либо поставим 0, чтобы программа сама автоматически почитала. Теперь, что такое 100%? 100% это 100% от мощности включения должно возместиться к данным окопительным приборам. Если у вас 2 прибора, делим пополам, значит 50 и 50. Если у вас 3 прибора, делим на 3. И в одном приборе 33, во втором 33, в третьем 34. Сумма всегда должна быть 100%. Да, и десятые, тем более сотые, здесь не ставятся. Только целые значения. Так, следующее расположение. Здесь показаны варианты расположения. У меня устраивает первый вариант. Следующее действие. Это где и как он установлен под подоконник стеновой нише, либо с какими-то укрытиями, ну и от размеров до и верхом, до низом прибора. Ну, допустим, что у меня первый вариант. Сейчас вы изменяете. L максимальная. Здесь можно создаться максимальной длиной установки для топитьного прибора. Ну, рекомендуемая. Не менее 50% длины окна. Ну и не более 90% длины, соответственно, окна. Ну, если получится больше, будет поступать на эти части. Ну, я пока оставлю ноль. То есть, если у вас, например, вы поставили метр, то если у вас превысило, то есть, стало 1,1 метра, вам скажут, что в данном месте длина прибора превышена максимальному стежку. Так, остальные относятся к однотрубной системе. Здесь начинка не устанавливается. Так, вот мы спроектировали отопительный прибор и подводки. Следующее действие. Вам нужно открыть следующее пособие, которое можно скачать либо на сайте тепловой портал либо если вы взяли у меня папку с документами нормативными, то там это пособие есть. Так, ну и следующее действие. Ищем какую арматуру можно устанавливать у вас на системы. Так, находимся с нашей страницей. Чуть дальше. Вот здесь. Можно даже прочитать. Так, вот. Утробная разводка с квартирных трубопроводом. То есть, будет лучевая и периметральная. У меня был первый вариант, что для лучевой и что для периметральной. Это не обязательно. Можно выбрать и другие варианты. Все зависит от типа нагревательного прибора и как можно. Можно ли к нему подсоединять данные типы. То есть, я выберу первый вариант. Термостатический клапан на подающей магистрали и заход на обратную. Так, для этого я захожу в закладку арматуры. нажимаю и ищу адресную. В данный вид арматуры, тогда еще хочу сказать, что эта вот арматура новая маркировка с 2016 года. называется RTRN. До 2016 года была маркировка RAN. Ну, а где-то до 2010-го, 9-х годов, у них маркировка была RTD на данных клапах. Вот, и здесь вот отображается RAN. Различные исполнения. Так, и старый RTD. Ну, может быть, на складах или еще в магазинах существует партия. Так, и теперь мне понадобится вот здесь есть прямой подводкой и угловой. Что это такое? То есть, мы рассматриваем на коллекциях. Да, по-моему, 15 лет. Так. Еще раз покажу. То есть, есть вот различные исполнения. Прямой, угловой. Я нужен угловой, потому что на клапан будет смотреть в помещение. Попровод будет накладываться в стене. Ну, и внутри. А этот штуцер идет следственным креплением отопительного прибора. Беру угловой. И не понадобится клапан. РЛВ. То же самое. Угловой. А точнее у нас тут. Так. Ну, и окей. Ну, и. Устанавливаем на подающую индистраль. Для термостатических клапан на аппаратную индистраль запорных клапан. Причем ни в какое другое место мы здесь можем не поставить. И да ладно, пишет в последующем ошибку. Так. Вот я теперь сделал заготовку. Единственное, что здесь не хватает, чтобы мне узнать результаты. По настройке. По диаметру. И по диаметру трубопровода. Мне понадобятся этикетки, которые берем на той же закладке, где брали помещение. Так. Все. Вот я себе сделал заготовку. То есть можно поставить этикетку ее на обратную индистраль, но и для того, что расход одинаковый, то и диаметр будет одинаковым. Если вы верите, можете поставить и проверить. Так. Теперь мне понадобится второй отопительный прибор. Потому что вращений у меня есть два. Так. Что я делаю? Я отрезаю. Все это вместе с прибором. и вставляю. Так. Все. Я заготовку себе сделал. И теперь делаем следующее. Так, я выделяю все это помещение. Так, и... Нахожу на заплату копирования. Копирую влево. Так, меняем 0 на помещение. Сто второе. Так, и у меня слава практически все меняется. Так, потому что после 101 и 102. Так, и следующий момент. О, что у меня в 102 будет стоять. И пункт я немножко расширю эти помещения. Так, и сделаем следующее. Так, сделаем следующее. То есть я копирую. Вернее, выделяю. И вот здесь вот есть функция отобразить влево. Вот я отобразил влево. Так, за секундочку сокращаю. И вот здесь вот здесь нужно положить стояки и в туповой пункт. Так, и... Делаем следующее. Вот этот скопировался у нас. Вот это одна. А нам нужно, чтобы это было получение 200. Крайняя 204 и 104 и 103. Так. И меняем. О, да. Здесь у нас будет 104. Так, еще раз повторяю. Для ночевых систем здесь без разницы. Как? Сразу было сразу же скопировать. А вот это помещение в 400. Правда, мы крайне последние. Это помещение 102. То есть у нас была термитральная система. И здесь вот есть некое ограничение. Так. Все это я сделал. Ну, а теперь давайте адресуем стояк. Ну, а после уже адресуем пауэпорт. Так, адресуем стояк. Так, присылали пауэпорт, еще министрали. Так. Присылали. Пауэпорт, еще министрали. Так, дальше поменим и следующую арматуру поставим с реактор с вентилем. И тут есть различные основные, простой, стандартный. Там, что мы не срываем. Не всегда. прорисовывать и устанавливаем. И внимательно смотрим, что у нас, как и везде, вентиля, тратный. Соединение. Коллектор. Так, дальше, если вам нужно меньше-больше, можно увеличить, а потом увеличить. Так, пока оставим в данное время. Так, и понадобится еще запорный арматура. в данном случае. Так, в данном случае. Так, в данном случае. Ну и по аналогии, чтобы нам узнать результаты. Там фонарный арматура. Там геометры. Ну, попробовал бы, там, здесь один будет раз, но здесь будет другой. Сверху еще будет все не поменялся. Так, все, мы нарисовали. Все, что нам необходимо. Так, ну и проделаем следующее действие. Идем на закладку «Усмножение». Копируем ее. Я снимаю и смотрю. Супал с автоматом. Генерация появлялась. «Усмножение». У всех помещений. Не те, которые смотрим на втором этаже. Точно та же. Здесь теперь. Здесь второе. Здесь четвертое. Здесь третье. Так, теперь. Это там лишний здесь. Да, ну так можно оставить. По той же личности. Потому что расходы совпадают. Здесь. 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 По той же диаметре. Так. Все. Вот мы нарисовали схему. И единственное, что осталось нарисовать, это тепловой пункт. Заходим на закладочку источники. Так. Находим. Вот. Удин свешения. Потому что у вас зависима схема подключения. Так. Сейчас. Ставим температуру свешения на 90 градусов. Так. И ставим арматуру. А именно нам нужен квадратный клапан. Поскольку пока этот хоть он. Вышел. Из. Производства. Так. И ищем вот. Ну ходовой клапан. То есть вот первый встретишься. Возьмем его. На данный момент. Зеленочка. Скажет о том. Программа будет перебирать. Вот из этих клапанов. Которые вам. Ставим этот клапан. Нажимаем ОК. И в верхней ячейке. Ставим двухкодовой клапан. А в нижней ячейке. Ставим. Обратный клапан. И это мы увидели. Отображение. Того что выбрали. Так. Следующая листья. Ставим. Справа. Нанесу. Полипропиленовые трубы. Отдающие. И обратно. Так. Слева. Нажимаем. Ставим. 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 и обратно. Так, а, рисовали. Так, следующее место, сразу же выделим 34, ну, приблизительно по метру, пока я поставлю, что вправо и влево. В дальнейшем это, то есть, нужно взять уже конкретное расстояние от спроектированного плавого пункта. Так, следующее действие, то есть, нужно подключить точку питания, то есть, подающую, подключить подающую, обратную, подключить к обратной. Так, следующее действие, нам понадобится арматура. Ставим отключающую арматуру, сюда, сюда, сюда. Так, следующее, что нам понадобится, следующее, нам понадобится интер, нам этот. Так, следующее, ставим сюда, ставим сюда. Так, если что, можно положить положить. Ой, в другую сторону. Правильно, правильно, правильно. Так, следующее действие, вам нужен славой счетчик, для того, чтобы по данным показаниям, у нас производилась оплата. Так, Sigourney Mowon, я говорил Моя фактически сara, мне nyt он высочил. Да, сейчас нормально, никогда, ерин sommes прибыл подкидляйтесь и сделала свои вещества. Да. На одно сек Ace Tab Bank. Если вы у вас используете с другой стороны, шоу пока бываете высокие и отvalction matched Alliance? Как полетонца? Так, ну и последнее, что вам понадобится, вот у меня здесь один из церквей с одной системой. Если у вас несколько систем, то есть, например, схема отопления здания, схема отопления гаража подходит к тепловому пункту, тогда вам нужно будет установить распределитель трубный для того, чтобы подключать к нему систему. Ну и потом на подающий и на обратных местах. И потом к одной трубе подсоедините систему отопления зданий, ко второй трубе подсоедините систему отопления гаража и так далее. То есть, ввиду того, что мне только требуются листы, я уже не буду его изображать. Так, ну и последнее листы. Я могу довести трубу отсюда, но я воспользуюсь. официально соединительным трубопроводом. То есть, у меня труба подсоединяется из этой точки к этой точке. Благодаря опеку соединить. Идить. Ну и то же самое с фарапкой. Так, ну и здесь укажем длину, ну тоже пока тут метр. Так, сходимся, не забываем. Так, все. Вот я отрисовал себе заготовку. Еще можно сбаваться. Для того, чтобы в дальнейшем проектировать периметральную систему и лучевую. Так, спасибо за внимание. И встретимся в следующем видео. И я. И я. И я. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.